плюшка 8 магическая практика задержка состояния на дыхании в общем то я особо комментировать это не буду потому что я здесь написал очень подробную инструкцию если вдруг вам по практике будет что-то непонятное вы знаете где мне искать я просто сейчас читаю текст этот текст у вас будет видео и в самом самой презентации pdf формате и отдельно в разделе плюшки как всегда я говорю что практику выполнять не обязательно вы можете не выполнять но тогда вы можете не удивляться почему вы чего-то не видите чего-то не понимаете у вас не получается ощутить свою силу не удивляйтесь поэтому практике не обязательно вы можете быть уже крутым магом и вам эти практики наверное не нужны тогда их не делай а кому это интересно я читаю суть практики сводится к контролю дыхания и своих эмоциональных состояний здесь задействованы два процесса одновременно с двух сторон иными словами квадро процесс то есть такие две пары как бы первая сторона это остановка внутреннего диалога за счет задержки дыхания с одновременным состоянием задержки эмоционального процесса вторая сторона это работа дыхания и эмоции параллельной синхронизации очень важно удерживать под контролем оба процесса одновременно то есть и дыхание и свою эмоцию при этом кроме задержки имеет значение вдох до задержки и выдох после задержки где синхронизируется с вдохом задержкой выдохом процесс принятия эмоции удержания и отпускания иными словами смотрите предположим я беру радость я создаю эмоциональный процесс радости или создаю какую-то картинку радости то есть не радостно мне весело хорошо например там скоро новый год это то вот таком где-то плане дальше что я делаю как изображено на картинке я зажимаю дыхание просто если сейчас зажму дыхание или задержу дыхание я не буду говорить и вы будете слышать как я буду задерживать дыхание или ничего не будете слышать я это проговорю вы делаете зажим безымянным и большим пальцем носа а указательным и средним пальцем кладете на на место от третьего взгляда таким образом вы зацикливаете энергию ниже инструкция по поводу правила правые левые руки вы поймете о чем идем дальше дальше вы при вдохе как бы вдыхаете радость вы представляете что с вдохом вы вдыхаете радость вы как наполняетесь радостью это нужно представить визуализировать делать все нужно закрытыми глазами вдохнули эту радость и в себе задержали и держите держите и столько сколько у вас хватит сил держать эту радость вот когда вы чувствуете что вы уже не можете без воздуха медленно важно и вдох и выдох делать медленно хотя захочется сразу вдохнуть много но вы делаете медленный выдох медленный вы как бы отдаете то что вас не радует или эту радость медленно неохотно выдыхаете то есть как бы неохотно отдавая это упражнение нужно на радость вот дальше в инструкции я напишу я главное вам сказал центр мозга отвечающий за контроль дыхательной системы реагирует на состояние углекислого газа в организме не кислорода а реагирует на углекислый газ внимание почему реагирует на углекислый газ так устроена нервная система так устроен наш мозг углекислый газ это угроза смерти угроза умирания тело реагирует на умирание поэтому контролирует только co они количество кислорода внутри поэтому дыхательности реагирует на состояние углекислого газа в организме поэтому он будет занят контролем дыхания вот здесь вот отключается ваш внутренний диалог потому что диалог мысли все будут заняты дыхание чтобы вы не задохнулись как бы особенно процессом задержки то есть накопление co2 задача состоит в том чтобы эту рефлекторную функцию отдать мозгу осознание управлять застоянием эмоции то есть удержание задержкой дыханием мы должны контролировать радость там печаль гнев удовлетворение и так далее рекомендую проработать следующие эмоциональные процессы вы можете их заменить я написал то что я то что мне пришло в голову радость печаль гнев удовлетворение раздражительность страх любовь и подобные состояния вы можете дописать свои состояния которые вам придут дыхание следует задерживать максимально долго сколько сможете держать дыхание практику след прекратить при головокружении и дискомфорте также настраивать настраиваться на беспрерывный процесс но не более 10 минут то есть вы прорабатываете определенное состояние радость печаль гнев в течение 10 минут настраивание должны проходить одна за другой почему одна за другой это вырабатывает определенную дыхательную рефлекторную схему когда вы можете контролировать свою радость печаль гнев удовлетворение то есть вы учитесь стабилизации или гармонизации своего состояния ставя его в зависимость от дыхания через какое-то время вы заметите что вы можете страх раздражительность или чрезмерную радость или через или глубокую печаль гнев контролировать простым дыханием вдох выдох вдох выдох небольшая задержка и все и вы можете эти состояния переключать так как вы это делаете как практику радость печаль гнев удовлетворение и вы можете переключаться на то состояние на которое вы хотите а не то которое вас давит внешне перерыв между практикой следует делать не менее получаса чем хороша эта практика что ее можно делать везде то есть вы можете там где нет людей вот вот делать то что изображено на картинке то что делает женщины вообще удивляюсь боги мне дали эту картинку потому что этому как вам это объяснить подбери да и сам рисует тут я выхожу ли у меня вот такая вот штуковина вот такая вот женщина то есть это практике холотропного дыхания поэтому не картинку просто дали боги она упала могут я даже не искал ее долго но я ее увидел как я себе представлял вам это показать вы в общественном транспорте можете это вы можете сделать даже у себя за на рабочем столом можете не делать этого но вы можете практику задержки дыхание делать даже не зажимая пальцами нос и не кладя два пальца на лоб очень хорошая практика но делайте перерыв между практикой не менее получаса я написал не менее не менее да то есть меньше получат то есть полчаса делайте потому что она все-таки в какой-то степени не безопасно то есть но ответственно но не не дорываетесь она хорошая эта практика она дает потом потрясающие результаты великолепнейшие результаты но она не безопасно эта практика базируется на принципах холотропного дыхания может быть опасно для здоровья поэтому контроль состояния необходимо осуществлять ответственно будьте ответственны для страдающих болезнями сердца не рекомендую то есть ребята это все-таки связано с дыханием а если у вас сердцем там или гипертония там или еще какие-то там болячки связанные с обогащением воздуха или сердечными но тогда воздержитесь или не злоупотребляйте ими настолько сильно может быть опасно правило правой и левой руки напомню помню что есть передающие принимающая рука я в предыдущих практиках об этом говорил при проработке позитивных эмоций используем передающую руку и негативных принимающую кстати вы можете поменять руки наоборот то есть при позитивных эмоциях использовать принимающую и при негативных передающую это тоже очень интересный опыт магический опыт который вам даст лучше понять себя оценить свои силы как использовать руки смотрим на рисунок глаза должны быть закрыты соблюдаться тишина то есть без музыки и других звуков желательно что дает эта практика 1 устанавливается контроль на эмоциях синхронизируя с дыханием я это уже проговорил ранее и помогает программировать мозг с помощью дыхания на контроль эмоций на уровне рефлекса второе создает способность управлять энергией направляя ее осознанно и не терять энергию на залипание состояния третье самое главное дает практические навыки магического равновесия подготовки к магическому акту или ритуалу эта практика очень хорошо перед ритуалом когда ее проделать создается равновесие соединяя посыл удержание и правку энергии при магических действиях и последние всегда не только в этой практике а всегда следует помнить вы должны контролировать ответственность за последствия лично пожалуй все доброго вам времени удачи и да прибудут с вами боги и доведет вас один да будет так